Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. И вот такие ногти сегодня у меня на коррекции. Эта коррекция была 17 ноября. Видео с этой работой есть на канале, как мы делали такие длинные ноготочки. Ссылочку оставлю в описании, кому интересно. Относилось все здорово. На ногте правой руки у клиентки постоянно отпадал ноготь на среднем пальце. Вернее, покрытие отпадало на среднем пальце. Но, к моему счастью, в этот раз этого не произошло. Хотя длина приличная. Сегодня будет очень быстрая коррекция. Клиентка очень спешит. Она уезжает. Ей нужны короткие ногти. И так как это быстрая коррекция, то никакого дизайна не будет. Будет просто укрепление и покрытие топом. Убираю длину. Я просто обожаю момент, когда из длинных ногти превращаются в очень коротенькие. И также я обожаю момент, когда из коротышей делается наращивание. То есть я люблю такие вот кардинальные перемены в ногтях. Но такое редко бывает. В основном клиенты отходят. Убираю длину, насколько отросло покрытие. И мы возвращаемся опять к первоначальной длине. В общем, убираю длину до тоненькой подложечки. И также выравниваю торец. Фрезой убираю снизу толщину, которая осталась. Вот такое вот сравнение. Как будто два разных человека дали по одной руке. Наношу праймер. И теперь наношу грунтовочный слой каучуковой базы. Втираю материал в поверхность. У Космопрофи сейчас зимняя распродажа. Скидки до 25%. На новинки 15%. На остальные товары 20%. И до 40% скидка в разделе распродажи. Ссылочку оставлю в описании на акцию. Акция продлится до 15 января. Так что поспешите. Также у Космопрофи бесплатная доставка по всей России. При заказе от 3000 рублей и оплате онлайн. Супер цены на супер материалы. Обязательно проходите, покупайте. И используйте их в работе. И радуйтесь качественным и классным материалам. Укреплять ногти буду гелем от Космопрофи в оттенке Milky Nude. Очень красивый молочный оттенок с легким бежевым подтоном. Наношу капельку материала. Ноготочки коротенькие. И, соответственно, капелька небольшая. Распределяю материал по поверхности. Подвожу тоненькой кисточкой к кутикуле к бокам. Обязательно переворачиваю руку ногтем вниз. Тогда получается ровная поверхность. Но помимо того, что этим движением мы создаем ровную поверхность, мы еще создаем ноготь, максимально приближенный к натуральному. Покрыли ногти топом. И вот такие красивые ноготочки получились. Клиентка очень спешит. Так что пока одна рука сохнет, вторую я показываю. И все, руку с лампы она достала и побежала. И вот спустя ровно месяц на календаре 16 декабря она пришла на коррекцию. Все хорошо относилось. Единственное, на ногте среднего пальца какой-то скол непонятный от точки в роста. Будем исправлять. На второй руке тоже все хорошо относилось. И снимаю старый материал. В этот раз длину не трогаю. Ей квадраты понравились. Сказала, что удобно ходить с этой формой. Но хотелось бы длину оставить. Конечно же, немножко длина уйдет с учетом опила. Так как все равно в процессе жизнедеятельности торец немножечко стирается, округляется. И вот эти четкие ровные линии уходят. Пилочкой придаю форму свободному краю. Пиливаю по форме квадрат. И далее обязательно прохожу по поверхности. Убираю глянец от рожей части ногтевой пластины. Вот на ногте среднего пальца есть скол от точки в роста. Я зашлифовываю поверхность. Убираю по максимуму от слойки. Не должно остаться ни одного воздушного кармана. Даже самого минимального. И потом будем исправлять. Далее отодвигаю кутикулу. Открываю под кутикульный карман. И фрезой выполняю маникюр. Сначала фрезой прохожу по ногтевой пластине. Видно, как фреза просто скользит по ноготочку. Щечка фрезы от носика к самой толстой части. Просто ложится на ноготь и скользит. Далее спускаюсь боковой валик. Прочищаю его. Если нужно, убираю остатки материала на ногтевой пластине. Фрезой легонечко прохожу. Также убираю и выравниваю. Прочищаю боковую пазуху. И далее щечкой фрезы я прохожу непосредственно под самой кутикулой. Приподнимаю ее. Открываю под кутикульный карман. Все там хорошенько вычищаю. Ну и собственно поднимаю кутикулу для среза. Я буду работать с переключением реверса. Все те же самые действия выполню на реверсе и с другой стороны. Будет аппаратный маникюр. Срезать кутикулу буду фрезой шар. Фрезой пламя я работаю на скорости 10-12 тысяч оборотов. А фрезой шар я работаю на скорости 3-4 тысячи оборотов. Но вот эти показатели скорости это все очень условно. Так как аппараты разные. Мощность у них разная. Один аппарат на скорости 3000 оборотов хорошо счищает кутикулу. А второй маломощный аппарат просто останавливается. Фреза просто не крутится, так как не хватает мощности. Так что кто спрашивал отвечаю про скорости на которых я работаю фрезами. Но также многое зависит и от мощности вашего аппарата. Музыка. 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 Маникюрчик готов. В этот раз праймер я не использую. Сразу наношу грунтовочный слой койчуковой базы. Но я перед базой несколько раз протерла ногти обезжиривателем. Вернее я обезжириватель не использую. Я протерла муравьиным спиртом. Обычный муравьиный спирт я покупаю в аптеке. И собственно с ним я работаю. У меня никакого обезжиривателя в работе именно для гель-лака. Обезжириватель для снятия липкого слоя. Для обезжиривания поверхности. То есть профессиональные средства. Ими я не работаю. Я работаю муравьиным спиртом. Прозрачным полигелем я достраиваю вот эту вот часть ногтя, которая отпала, скололась. Это очень просто, быстро. Апельсинопалочкой смоченной в обезжириватель утаптываю материал. Формирую новую боковую сторону. И при таптывании материал выравниваю поверхность, чтобы меньше было опиливать. Когда все просохло, убираю липкий слой. И пилочкой выравниваю торец. Выравниваю боковую сторону. Ну и собственно выравниваю поверхность. Обязательно нужно убрать наплывы снизу. Полигель, как ни крути, все равно под своим весом немного провисает. И с торца получается толщина. Ее нужно убрать призой. Далее буду делать укрепление гелем от Космопрофи в оттенке Dark Pink. Темно-розовый. Набираю небольшое количество материала, переношу на ноготь и, как обычно, делаю укрепление. Клиентка, когда пришла, сказала, что хочет френч. И сказала, что хочет синюю линию улыбки и розовенькое ногтевое ложе. Собственно, именно поэтому я взяла розовый гель. А не кавер там или какой-нибудь бежевый. Но этот гель, конечно, не дает такое прям насыщенное розовое покрытие. Легкий розовый подтон. Очень красивый, очень натуральный. Френч смотрится очень красиво. После того, как все ногти готовы, пилочка, я поправляю торцы. Все равно, как ни крути, материал ложится небольшим наплывом. Хочется это все выровнять. Когда я беру пилку в этот момент, клиенты на меня смотрят, что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? И так все ровно. То есть, вижу только я это. Ну и мастера, наверное, тоже. И далее, когда я ей дала выбирать гель-лаки, палитру гель-лаков, думала же, она выберет синий цвет, она выбрала блестки. Блестками очень трудно сделать. Тем более, здесь, в этом оттенке от Космопрофи, шестигранники такого среднего размера и мелкие. И вот эти шестигранники среднего размера очень трудно уложить в линию улыбки. Они вот так и пытаются вылезти куда-то. И, конечно же, блестки дают объем. Вот блестками выкладывать линию улыбки лучше при выкладном френче. Но так как у нас уже все готово, я-то думала, будет обычный френч. Поэтому стараюсь уложить максимально тоненько эти блестки в линию улыбки. На ногти безымянного пальца эти блестки наношу полностью на всю поверхность. Очень красивые блестки. Я не знаю, уже третью или четвертую работу я делаю этими блестками за вот вторую часть декабря. То есть, клиенты выбирают, потому что действительно праздничные, зимние, новогодние, красивые блестки. На второй руке на ногти безымянного пальца у нас будет елочка. Перекрываю все ногти Gloss Top Ultra от Cosmoprofi. И самый нелюбимый мой момент это сделать так, чтобы не было видно перехода к линии улыбки. То есть, все равно линия улыбки дает некий объем. Если просто тонко прокрасить топом, то у нас будет ступень. Чтобы этой ступеньки избежать, я такими капельками немножко наношу топ по линии, по стыку. Переворачиваю руку ногтем вниз и быстро отправляю в лампу. На ногти безымянного пальца, где блестки нанесены полностью на всю поверхность, будет снежинка. Расставляю точечки и теперь через эти точки к центру провожу лучики. Снежинку я рисую периодически просушивая, так как боюсь, что могу что-то где-то смазать и стирать придется весь рисунок. Далее на основных четырех лучках я добавляю по две точечки и также потом объединяю их с центральным лучиком. Ну и доставляю еще точечки в дизайн. В общем, заполняю снежинку элементами. В серединку также ставлю еще точечку и по кругу вытягиваю мелкие-мелкие изнутри лучики. Елочки сверху рисую звездочку, ставлю капельку и также вытягиваю из нее лучики и наставляю на елочку белые шарики. И вот такой новогодний маникюрчик у нас получился. Напоминаю, ссылочка на интернет-магазин Космопрофи в описании под видео, также там будут ссылки на их соцсети. Подписывайтесь в своих соцсетях, Космопрофи всегда дает первую информацию о акциях, скидках, распродажах, ну и конечно о новинках. Если вам было со мной интересно, традиционно, жду от вас лайк, снежинку в комментарии или елочку, мне будет очень приятно. Спасибо, что были со мной до конца. На сегодня у меня все. Всего доброго, хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok